Поступил вопрос на наш портал экзегет следующего содержания. Откуда берется проклятие и как ему противостоять? Ну давайте для начала разберем, а что есть проклятие? Вот можно услышать от человека, да, будь ты проклят. Можно, чтоб тебе пусто было, чтоб ты сдох, чтоб ты ногу сломал и так далее. Я вам сразу скажу, что пожелание какого-либо зла другому человеку уже есть проклятие. Но все-таки, что это такое проклятие? Разве мы не знаем выражение народное? Словом можно убить. А это как? Вот как это слово можно убить? По-разному. Ну можно, раз мы так говорим. Так вот, проклятие — это слово, направленное на нанесение вреда вплоть до убийства другого человека. Ну хорошо, я так сказал. И что такое? Я скажу, ну я ладно, в сердцах сказал там, ну ладно там, ничего. Вообще-то ему и по делу. И Господь предупреждает нас за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они в день суда. Видите, как Господь? Запраздное просто слово. А что тогда говорить о проклятии, то есть о пожелании зла? Какое тогда суд нас может ожидать? Это удивительно, поразительно и ужасно, когда мамы в сердцах на своего ребенка желают ему зла. Вот у меня среди моих подопечных, когда вот их уже дети, выросшие, взрослые люди рассказывают свою историю жизни, они говорят, мама меня проклинала. Что может быть хуже материнского проклятия? То есть пожелание зла? Неважно какого. А ведь если Господь, наша православная вера говорит, что молитва матери со дна ада достанет, вот, то ведь так же и работает проклятие мамы. В природе не существует зла самого по себе, как некой субстанции, или еще как угодно это назовите. Зло появляется в результате воли того или иного человека и от демонов. Вот демоны, они, да, они могут творить только зло, никакого, ни малейшего добра. Это невозможно. Они только творят зло и хотят всех сделать злыми, как они. Чтобы мы стали не богоподобными, а демоноподобными людьми. И, честно говоря, мы часто этой дорожкой идем. Поэтому, друзья мои, от проклятия, чтобы оно не исполнилось, путь один главный – это подружиться с Богом. И тогда никакое проклятие, никакое пожелание вам зла не нанесет зла. Знаете, почему? Как бы даже демоны не пытались воздействовать. Ну, во-первых, если вы пожелаете зла, скажем, ну, скажем так, святому человеку, буду одним словом называть, но святой жизни человеку, скажем так, то даже бесы не возьмутся за это. Они скажут, да вы что, этого святой жизни монаха? Это невозможно. Ладно, пропустим эти слова мимо ушей. Они близко, потому что не могут подойти к этому человеку. Почему? А потому что их благодать Божия, которая живет в этом человеке, обжигает. Вот. Поэтому не надо бояться проклятия, если вы с Богом. Но бойтесь пожелания зла, если вы не с Богом. Но чтобы вообще прекратилось действие этой энергии, исходящей из слова, и уж тем более действие бесовское, у нас, обычных людей, мы же не святой жизни люди, правда, нужно покаяние того человека, который проклял. То есть, кто вам пожелал зла. Именно поэтому, чтобы он это сделал, молитесь за врагов ваших. Хотя у христианина не должно быть вообще врагов. Я не должен никого считать своим врагом. Меня, пожалуйста, кто хочет, пусть считает. Но вы никогда никого не считаете своими врагами. И делайте им оправдание, когда они творят даже абсолютно действительно зло вам. Оправдуйте их. Они просто не ведают, что творят. Берите пример с Господа. Берите пример с первого нашего мученика, которого забивали камнями, Стефан. И он также просил, по примеру Господа, за тех, кто его забивал камнями, прости им, Господи, вы не ведаете, что творят. И вы поступаете так же. Берите пример со святых людей, тем более уж со Иисуса Христа, который нам живой пример, живой пример, который и Бог, и человек одновременно. Продолжение следует...